Геометрические особенности рельефа в районе горы Кайласа. Рельеф поверхности Земли формируется на основе определенной энергоинформационной матрицы. Элементы в этой матрице резонируют и обмениваются энергией информации. В этих резонансных процессах сходство между трехмерными объектами и космическими объектами имеет большое значение. Анализ спутниковых снимков региона горы Кайласа позволил обнаружить ряд геометрических закономерностей рельефных элементов. Характерный размер нашей планеты проявлен в размерах некоторых рельефных элементов региона Кайласа. Обнаружены долгообразные горные хребты, являющиеся частями окружностей с радиусами, кратными радиусами Земли, Солнца и ряда других планет Солнечной системы. С целочисленными коэффициентами. Гималайский хребет, который ограничивает Тибетское Нагорье с юга, имеет полукруглую форму с радиусом, образующей окружности 1274 километра, что соответствует среднему радиусу Земли с коэффициентом 5. Гора Токайрола. Это гора, которая находится неподалеку от горы Кайласа. Монастырь Дрирапук находится у подножия этой горы. Гора Токайрола расположена напротив северного лица горы Кайласа через долину реки Лохачу. Особенностями этой горы являются дугообразные формы ее частей. На спутниковом изображении верхней части горы Токайрола есть два дугообразных горных образования, вложенных одно в другое. Длина внутреннего дугообразного хребта 3060 метров. Его радиус 1059 метров, что соответствует 1,6 полярного радиуса Земли с точностью до коэффициента 103. Длина внешнего дугообразного хребта 3600 метров. Его радиус 2120 метров, соответствует 1,3 полярного радиуса Земли с точностью до коэффициента 103. Окружность с радиусом 3177 метров, что соответствует 1,3 полярного радиуса Земли, проходит вблизи дугообразного основания горы Токайрола, рядом с монастырем Дрирапук. Отметим, что с вершины горы Токайрола открывается великолепный вид на Кайлас и примыкающие к нему три горы Ваджапани, Ченриви и Манджушри, образующие так называемый трезубец Шивы. Таким образом, на горе Токайрола находится важный геометрический и энергетический центр сфер с радиусами, кратными радиусу сферы Земли. Эти сферы пульсируют с определенными частотами. В определенные моменты времени наступают благоприятные моменты, когда человек, находящийся в этом месте, может синхронизироваться с вибрациями этих сфер. Долины рек Лхам и Топчен. К востоку от долины реки Лхам, по которой проходит тропа внешней коры вокруг Кайласа, находится горное образование, очерченное долинами гексагональная форма. Данный шестиугольник имеет вытянутую форму. Две его западные стороны образованы долинами реки Лхам, две восточные и южная стороны долинами реки Топчен. С северной стороны сформированной долины нет. Сторона 1 ориентирована по Меридиану. Внутри шестиугольника имеется полукруглая долина реки Сен-Чи-Минонг длиной 9 километров. С восточной стороны она ограничена полукруглым горным хребтом. Этот горный хребет описывается окружностью с радиусом 6360 метров, что соответствует радиусу Земли 6356 километров с точностью до коэффициента 10 в третьей степени. Полукруглый хребет Сен-Чи-Минонг своей вогнутой частью направлен на два горных образования в форме сакрального древнего символа Ум. Два полукруглых каменных хребта описываются окружностями с радиусами 636 метров и 320 метров, что соответствует радиусу Земли с точностью до коэффициента в 10 в четвертой степени и 2 на 10 в четвертой степени соответственно. Примечательно, что размеры этих двух долин отличаются довольно точно в два раза. В горном узле Кайласа есть ось, которая является осью симметрии двух долин Гитхунг и Палунг, смыкающихся в одной точке. Эта ось ориентирована в меридиональном направлении и имеет длину около 10 километров. Расстояние от точки смыкания долин Гитхунг и Палунг до центральных частей пяти крупных озер региона Кайласа связаны с характерными размерами Земли. 1 градус меридиана составляет 111,1 километра. Это характерный размер нашей планеты. Ряд элементов рельефа на поверхности Земли имеют размеры кратно ему. Значимые элементы горного рельефа, горные вершины и озера, пирамиды и древние мегалитические комплексы вписаны в энергоинформационную структуру Земли не случайным образом, а в соответствии с законами, основанными на определенных рациональных и иррациональных числовых соотношениях, что является необходимым условием резонансного энергоинформационного обмена. Озера Ланкацу и Мапанк-Юмццо Вокруг озера Ланкацу или Ракшастал и Мапанк-Юмццо или Манасаравар можно описать окружности, соприкасающиеся с их береговой линией в трех точках. При этом обнаруживается ряд интересных геометрических особенностей, не являющихся случайными. Необходимо отметить, что в данном случае центр одной окружности не находится на другой окружности. Две окружности формируют общую область таким образом, что отношение размеров большой и малой оси равно трем. Число 3 связано с золотым сечением. Смысл числа 3 связан с устойчивостью, целостностью любых систем как таковых. Большая ось имеет наклон 11,1 градус и проходит через вершину горы Горла Мандата. Точка Элам-3, большой оси, находится около истока реки Гангачу, вытекающей из озера Мапанк-Юмццо и монастыря Чио. Это одно из сильнейших мест Мандалы Кайласа. Малая ось имеет наклон 101,1 градус и проходит через центральные точки озер и священное место у горы Джари Ракпа. По-видимому, эти оси формируют мощные энергетические каналы, сходящиеся в центральной точке ЛМ-0, расположенной у южного побережья озера Цетицо, в котором в древние времена добывали Соту и Паташ. По сути, это точка, где возможна балансировка энергетической системы человека. В системе двух озер Манасаравар и Ракшастал угол наклона по отношению к меридиану составляет 11,3 градуса. Похоже, что этот азимут является проекцией магнитной оси диполя Земли. Большая и малая оси образуют четыре почти равных прямоугольных треугольника. Точки пересечения, описанные вокруг озера Ланкацу окружности, образуют прямоугольный треугольник. При этом, если проанализировать размеры его сторон, то приходишь к выводу, что рациональное число гипотенузы, 2, двойственность, порождается рациональным числом одного катета, 1, единое, и рациональным числом другого катета, корень из трех, то есть результат объединения смешения мужского и женского, неба и земли, правого и левого, и так далее. Можно также сказать, что осознание двойственности, двойка, через иррациональное триединство, корень из трех, приводит к состоянию единого. Представление о двойственном характере озера Ланкацу содержится в тибетской мифологии. Текстовые источники говорят, что острова в озере Ланка были культовым центром Драблай-Елмо, самого могущественного женского божества, королевства Шанг-Шунг. Она была королевой всех воинственных духов и двойственных духов неба и земли. На длинном катете находится священное место на горе Дзари-Ракпа, который мы посетили в 2019 году. Дзари-Ракпа делит этот катет в соотношении 1 к 1,37. Безразмерное число 137 связано с целостностью мироздания, так как является отношением фундаментальных констант. Вокруг озера Мапан-Кюмцо можно описать окружность радиусом 13920 метров, что соответствует среднему диаметру Солнца с точностью до коэффициента 10 в шестой степени. Точки пересечения, описанные вокруг озера Мапан-Кюмцо окружности с береговой линией, образуют треугольник. После преобразования длины сторон этого треугольника дают последовательность Фибоначчи. Размеры озера Мапан-Кюмцо подобны размерам земли. Длина береговой линии озера Ланка-Цо – 130 077 метров. Отношение длин береговых линий озер Ланка и Мапан-Кюмцо равно золотому сечению. Необходимо также отметить, что длины береговых линий озер Ланка и Мапан-Кюмцо связаны с числами 8 и 13, которые представляют собой два числа последовательности Фибоначчи. В северо-западном направлении от самого высокого пика в хребте Кайлас находится гора Кадинг-Кангри – 6666 метров. В юго-восточном направлении от этой горы находится озеро Балунг. Гора Шри-Кайлас является третьей по высоте горой в регионе Ганго-Три и всего лишь на 68 метров ниже высоты 7000 метров. Гора имеет выраженную пирамидоподобную форму с четырьмя гранями. Горы Шри-Кайлас, Кайлас и Кадинг-Кангри находятся на одной параллели 31 градус. При этом гора Кайлас занимает центральное место, а Шри-Кайлас и Кадинг-Кангри находятся от нее на одинаковом расстоянии – 203,5 километра. Иными словами, можно сказать, что горы Шри-Кайлас и Кадинг-Кангри находятся на окружности радиусом 203,5 километра с центром на вершине горы Кайлас. Учитывая наличие сразу двух факторов – расположение трех объектов на одной прямой и одинаковое расстояние между этими горными образованиями – можно предположить не случайный характер их формирования. Отметим также, что на меридиане 81 градус, проходящем через гору Кайлас, находятся также два горных пика – на юге – гора Гурла-Манхатта, на севере – гора Шанце-Шан. Связь между регионом горы Кайлас и островом Шри-Ланка Древнее сакральное место Шри-Ланки Катарагама находится на том же меридиане, что и гора Кайлас. Это священное место является центром поклонения для всех этнических и религиозных групп в этой стране, включая индуистов, буддистов, мусульман. Катарагама или южный Кайлас находится прямо к югу от горы Кайлас перед хаотическими водами южного царства Ямы – Индийский океан. На этой внешней оси находится географический северный полюс Земли, гора Кайлас, Катарагама и южный полюс Земли. На северном конце этой оси находится проекция полярной звезды, а на южном – галактического центра. Катарагама аналогична Муладхара Чакре – воротам на небеса и отправной точке для восхождения в мистическое путешествие практикующего. Кайлас аналогичен тысячелепестковому лотосу Сахасрара Чакре, который является целью егической практики. Аналогом этой оси является внутренний центральный канал человека – Сушумна-наги. В большинстве версий легенды, существующей в Шри-Ланке, Главное божество Сканта-Мурукан-Картикея, происходит из шести лучей, испускаемых из третьего глаза его отца Шивы. В Пуранах имеются записи, что детство Картикея прошло на горе Кайлас. Далее он покидает свой дом на горе Кайлас, спускается в южном направлении в Индию и направляется на юг Шри-Ланки, к Атарагаме, где женится на земной девушке. По сути, это символическое описание нисхождения духа в материю. Таким образом, в регионе горы Кайлас обнаружена геометрическая структура рельефных элементов, связанная с гармоническим резонансом, в соответствии с которым и формировались естественные и искусственные объекты. Регион Кайласа – это своего рода зона, которая инвариантно-вибрационным свойством человека и по этой причине может оказывать выраженное гармонизирующее воздействие на энергетическую систему через адамометные процессы очищения и наполнения. Это ритмический ключ, масштабно согласованный с биоритмикой человека, который способствует синхронизации с вибрациями мироздания. Мандала Кайласа является особым многофункциональным устройством, целенаправленно созданным высокоразвитыми сущностями в древние времена для трансформации и синхронизации энергий, идущих из центра Земли и из космического пространства, а также для ряда других целей. Некоторые рельефные элементы, вследствие подобия их размеров, настроены на резонансы Землей, Солнцем, Луной и другими космическими объектами. Благодарим за внимание!